Привет! На связи Металл Мама Францова Женя. Сегодня очень интересная тема. Если ты смотрел мое видео о расщеплении и способах его получения, или ты являешься студентом моей школы, то ты в курсе, что экстремальные техники получаются благодаря работе ложных связок и черполовидных хрящей. Или ложных связок и черполовидных хрящей вместе. Но недавно мне в директ написала девушка по имени Анна. Цитирую ее сообщение. Здравствуйте, Женя. Случайно наткнулась на ваш аккаунт и уже побывала на вашем мастер-классе. Вы профессионально этим занимаетесь, а значит, действительно разбираетесь в этой теме. Я как-то попробовала научиться экстрим-вокалу, но вместо этого достигла несколько другого эффекта в голосе. Я не могу найти в сети информацию об этом. Быть может, вы подскажете мне, как называется то, что я делаю. Извините, что вот так обращаюсь к вам, просто не знаю, у кого еще можно спросить об этом. Я не могла отказать в просьбе послушать ее голосовое сообщение. Тем более, что мне самой было интересно, что же там такое. И вот что я услышала. Когда разлюбишь, не забудь позвонить, поговорим. Не приезжая, не поверю словам твоим. Как ты думаешь, что это такое? По названию видео можно было догадаться, что это надгортанник. Да-да, тот самый эластичный хрящ гортани, который имеет вид тонкого листа пластинки. Надгортанник, как один из элементов, участвует в образовании вокального эффекта реттл или джаз гроу. Посмотри видео с моей ларингоскопией, и ты увидишь, как работает надгортанник вместе с черполовидными хрящами. Но есть ли в случае с девушкой по имени Анна участие черполовидных хрящей или ложных связок? Или работает только надгортанник? По мне, так скорее надгортанник без ложных связок, но возможно участие черполовидных хрящей. Подробную картину может дать только ларингоскопия. Я сообщила Анне, что здесь есть явная работа надгортанника, на что получила ответ. Спасибо, что разъяснили. А то в сети я не нашла подобных примеров, да и название этому приему тоже. Один раз в каком-то сезоне голоса слышала, как девушка использовала такой прием, но в достаточно лирической песне и смотрелось это странно. Вообще очень смешно детские считалочки считать. Жутковато звучат. Раз, два, Фредди ждет тебя. Три, четыре, забирайте дверь в квартире. Жутковато и правда. А теперь хочу показать пример той девушки с голоса, которая использовала этот прием. Еле уловимое движение надгортанника. Вот, послушай еще раз. А давай подробно разберем, что же делает эта замечательная вокалистка с прекрасным именем Анна Газел. Есть небольшое сжатие ложных связок. А вот и явное участие надгортанника и черполовидных хрящей. Это реттл. И снова сжатие ложных связок. А также обалденное управление своим голосом. Ссылку на полное выступление я оставлю в описании к этому видео. А как ты думаешь, можно ли вынести использование надгортанника в отдельный прием? Достаточно ли это самостоятельная техника? Пиши свое мнение в комментариях к этому видео. А также ставь лайк, подписывайся на мой канал, подписывайся на инстаграм моей школы RockVox. Впереди много интересного. Всегда рада тебе. С любовью, твоя металлмама. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова